друзья всем привет рад вас всех видеть у нас с каждым днем ближе то событие когда мы с вами сможем играть друг против друга в дуэлях а вот так же скором времени одновременно вместе с дуэлями мы ожидаем что выйдут турниры турниры это та механика когда мы со всем соревнуемся со всеми игроками приложения волкин да и будем соревноваться не тем как сейчас да кто сколько фармит например да у кого сколько котов разных а вот все все эти обе механики что пиви пи что турниры они подводят нас к тому чтобы делать наш аккаунт максимально качественным до чтобы было меньше котов на аккаунте больше чтобы у них было больше силы но также соответственно не пережистить до в количестве и характеристиках все эти моменты подводят к тому что нужно повышать качество как мы можем повысить качество это ягоды и соответственно одежда сейчас у нас есть два таких механизма поэтому предлагаю с вами обсудить в данном видео конкретно одежду как мы все знаем у нас есть шесть типов одежды до шляпы футболки что там шорты обувь факсы и артефакты у всех этих типов одежды есть свои редкости чем выше редкость одежды тем выше ее статы соответственно апнуть нашего котика по статам мы можем совершенно разными путями например купить лек шмотку или купить допустим 6 шмоток комоновских да получается разная стоимость но при этом одинаковое количество статистики прибавится к нашему коту вот поэтому что я бы хотел разделить для начала одежду на два типа одежда для фарма и одежда для турнира по турнирам у нас сейчас нет полной информации поэтому будем исходить из тех предпосылок то что есть да но как мы видим относительно маркета лек шмотки и эпик они очень очень хорошо выкупается сейчас маркета и то есть не найти подходящих в принципе вариантов вот исходя из этого тоже мы можем сделать вывод что лек шмотки эпик это все для турниров это все для того чтобы забавить нашего кота максимально максимально сильно и чтобы он просто заходил в турнир заходил в дуэль точнее да и всех всех там побеждал вот далее одежда для фарма я считаю что это все-таки common on common и рарка такой переходный момент относительно фарма относительно турниров поэтому если мы с вами зайдем на любой допустим не знаю в шорт допустим зайдем до выберем обычный и что у нас будет у нас будет какой-то за 5000 неадекватная цена до для common ки но 650 допустим да мы видим что три значка значения стамины мы получаем за 650 монет довольно таки дорого вот сейчас большинство людей выкупает одежду поэтому floor он поднимается как бы кто ни говорил да одежда все-таки влияет на винрейт да не в той пропорции если бы на данный момент механики игры если бы мы закупили себе там много-много-много комоновских котов там спали бы там какое-то количество времени до 6 часов и постоянно постоянно их кликали понятно что в этом в этой конфигурации будет максимальный наш профит но если мы не хотим ну хотим все-таки как нормальные люди спать какое-то чуть чуть более продолжительное время да то нам на помощь тут придет одежда и если мы наша стратегия заключается в том что мы фармим то можно как раз таки использовать и on common и common одежду будет довольно профитная история причем для фарма сейчас абсолютно без разницы какие у нас статы мы вытягиваем до ходили легенды что если у нас там 85 плюс допустим да это считается более статный кот и у него соответственно фарм выше но на мой взгляд это не совсем так потому что под более статных котов обычно люди используют и ягоды и одежду и тем самым у них получается довольно неплохой винрейт вот поэтому что если мы хотим все-таки увеличить наш винрейт с наших котов нашу прибыльность да за с нашего аккаунта то я считаю что наиболее эффективным способом это будет закупиться on common одеждой до выбрать необычный выбрать те статы которые мы хотим подтянуть в том и конфигурации которые мы хотим подтянуть да и закупиться конкретно on common например если мы выбираем легендарную одежду да допустим то что мы тут видим мы видим что ну допустим возьмешь эти шортики количество силы стамины и скорости на единицу одежды она выше да тем самым мы можем если там сделать все шесть одежд легендарными то у нас будет максимальный максимальный буст по нашим статам конкретно леги и эпики я вот как уже говорил да все таки рекомендую под турниры я сейчас сам закупаю конкретно вот мои предметы да у меня тут 1 олег 2 лек 3 лек epic продается epic надет рарка рарка штаны потому что не могу все таки поймать подходящую по цене олег шмотку вот ну и короче стараюсь как-то бафать на аккаунте который под турниры да мы женой играем у меня аккаунт у нее аккаунт у всех отдельно все нормально все по правилам играем а вот но свой аккаунт я сейчас конкретно сделал epic кота которого я сейчас наряжаю под турниры то есть эта конфигурация чисто под турниры да я ведь как видите тяну силу я тяну скорость почему потому что в турнирах у нас конкретно вот эта конфигурация может дать такой буст да говорю может потому что сейчас нас нет четких механик которые мы можем применять и так далее да но все-таки судя по рынку судя по тем тизером то что скидывались надо будет тянуть две статы кстати не обязательно силы и скорость но можно допустим стамину и силу тянуть тянуть скорость и стамину самый плохой вариант в любой конфигурации что для фарма что для турниров но так или иначе я вот выбрал для себя тянуть силу и скорость и в принципе очень очень жду турниров которые мне отыграют мой соответственно мою вот эту конфигурацию которую я сделал о чем сейчас речь да о чем я хочу сказать о том что если мы подбираем одежду под фарм или одежду под турниры у нас всегда есть разные вилки того сколько мы можем вложить в наш соответственно комплект комплект одежды если мы хотим получить одно и то же количество стат да допустим вот 119 42 142 существует много способов как это сделать да и за разные деньги мы можем купить ну в данном случае конечно такой тоже пример не совсем хороший потому что тут три леги но если допустим мы берем 120 50 120 например да то есть чуть пониже статы то вариантов становится масса как мы можем это сделать можем закинуть 10 тысяч волкина можем закинуть 14 тысяч волкина как это будет элементарный пример да мы можем купить три легендарные шмотки потратить при этом 15 тысяч монет можно купить шесть например эпиков да вместо там трех легенд и стоимость портфеля у нас будет сильно различаться потому что при одинаковых статах у нас будет разные вложения монет и на эту идею я наткнулся потому что есть такой бот да в телеге как бот по одежде вот ссылка мне будут скинули дали поязать и смотрю как можно подбирать и где что да мы заходим в меню вот наше меню мы можем связаться с админом очень полезная функция пообщаться очень для тех кто конкретно любит таблички любит все посчитать то там прицениться по маркету кто считает свои инвестиции это прям прикольная история да потому что можно что тут делать что может бот да давайте нажмем введите значение характеристик своего кота по попом значение которое вы хотели бы получить и бот подберет вам одежду исходя из вашего запроса то есть то о чем я и говорил да когда мы хотим ну купили допустим себе кота давайте даже на примере основная так что подбор одежды допустим да вот я купил себе кота с маркета назову его код вот имя моего кота код по-русски будет или короче не по-английски имеющие имеющие значение силы да допустим я зашел на маркет я себе купил котика там со значениями 85 силы но вот захотелось мне силу сильного купить до значение стамина у него допустим будет но в районе 50 если мы берем кота common или uncommon у них всегда сумма стат равняется 180 то есть там гены не влияют на статы поэтому общая сумма стат нас будет 180 если мы берем кота уже рар эпик выше то каждый соответственно сильный ген до каждый рар ген эпик ген или ген он дает дополнительные статы нашем примере мы допустим возьмем on common кота у которого сумма стат 180 соответственно если одна стата 85 другая 50 то что мы получаем 45 просто беру это для примера чтобы ну не брать конкретного кота с маркета да и чтобы мы с вами могли посчитать то есть что мы с вами сделали мы зашли с вами на маркет мы зашли купили себе котика со значениями с 85 50 45 дальше что мы хотим его одеть до для допустим фарма или для турниров то есть у нас с вами стоит задача одеть нашего кота максимально эффективным способом допустим мы одеваем его для фарма да я хочу для фарма чтобы у меня был более высокий винрейт до довести стату 85 по силе на там стату 120 например вполне такое неплохое желание дальше значение стамин у него такой довольно низкая я бы хотел просто довести его до 80 просто чтобы он как-то неплохо себя чувствовал вот ставлю 80 мое значение желаемой стамины и значение скорости у нас будет ну 45 давайте допустим 50 потому что ну вот для красивых цифр ввожу мне предлагает подождать несколько минут и ой-ой-ой сколько он всего насыпал то есть что бот говорит тип чувак все круто ты взял своего кота да с маркета у него значение 85 50 45 если ты хочешь его прокачать под значение 120 сила 80 стамина и 50 скорость то вот твои варианты ты можешь купить ты можешь потратить 10100 монет да вот как мы тут видим и купить подобные подобную одежду да вот тебе common одежда вот тебе common одежда рарку epic 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 купи тем самым в принципе по среднерыночным ценам ты потратишь 10100 монет прикольно последний вариант какой ага 14880 я бы мог купить 030 common 030 common 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 604 рарка 361 и рарка а и легенда 1390 тем самым о чем я и говорил да мы можем потратить 14 880 монет и получить получить те же самые характеристики как бы если мы потратили 10100 монет если мы хотим одеть своего кота под фарм заточить его чисто под фарм то вариации того как мы можем сделать нашу сборку да они могут варьироваться примерно там плюс минус 5000 монет вот если мы там делаем под турниры да под пиви пи дуэли то данном случае придется гораздо тоже больше вложить но так или иначе мы увидим что просчитаться мы можем примерно на 3000 монет что тоже очень бы не хотелось поэтому друзья пишите что вы делаете со своими котами вы делаете такую сборку чтобы они участвовали в турнирах до в дуэли побеждали максимально количество раз до других игроков или возможно вы идете по пути фарма на своих котиках и просто не паритесь делаете максимальное количество себе а котов на аккаунте и постоянно постоянно нажимаете побеждаете проигрываете возможно вы просто укомплектовываете своих котов максимально плотненько да но не супер узко там да не один-два кота но супер как-то прокаченных не там 6 10 допустим до с одеждой с бустом и как-то вот двигайтесь в этом направлении чтобы меньше кликать чтобы меньше заходить до постоянно собирать этот профит получать поражение всегда не всегда правильно и приятно поэтому короче делитесь своей стратегией всегда будет интересно почитать вот моя стратегия сейчас том что я вот на одном аккаунте делаю на своем личном аккаунте делаю себе котика который будет готовиться под турниры я буду сейчас ищу лег шмотку как она будет на маркете обязательно если заберу вот и посмотрим посмотрим следующем видосе я надеюсь как себя будет чувствовать данный котик в турнирах и насколько часто будет он побеждать сколько будет он приносить но на данный момент конечно же самая адекватная понятная профитная стратегия это просто держать котов на аккаунте но уже подводить их к тому чтобы они приносили больше монет и кликать на них меньше соответственно эта история про одежду эта история про ягодный буст поэтому рассказывайте как вы поступаете в данной ситуации ссылка на бота будет в описании поэтому пользуйтесь кто хочет считаете свои инвестиции подгоняйте своих котов под нужный диапазон статистик и не теряйте при этом монет делайте все максимально эффективным образом а с вами был алекс пока пока